Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Сегодня мы снова поговорим о переименовании Тверских улиц. Да, да, снова. Потому что не так давно в Тверском госуниверситете ученые во главе с исполняющей обязанности ректора Людмила Сококовская выступили с такой идеей переименовать еще одну улицу в центре Твери. Улица Желябова, на которой стоит центральный исторический корпус и дать ей имя Павла Павловича Максимовича. Человек, который в свое время основал ту самую учительскую школу и который очень много сделал. По сути, он является праотцом нашего Тверского госуниверситета. И как ученые рассуждали, рассуждения, на мой взгляд, вполне логичные, что человек, который очень много привнес в жизнь нашего города, я считаю, вот он один из самых, одна из самых таких великих персон, по крайней мере, в части нашего образования. А на данный момент университет находится на улице, названный в честь кого? Человек, который к Твери не имеет никакого отношения, который более того является, называя вещь с именами, да просто террорист. Человек, который совершал покушение на царя. А как у нас сейчас говорят, с терроризмом надо бороться. Вот сегодня ФСБ, кстати, очередного такого задержала в Тамбове. Мы все говорим, что к власти нужно относиться с большим уважением, пиететом, может быть, даже. Тем более, богопротивная вещь, как покушение на государя, на руководителя страны. А таковым был Александр II. И в честь человека, который покушался на него, товарищ Желябов, названа улица в историческом центре города, который для нашего города, ну, ничего не сделал. Понимаете? Ничего. А вот такая улица названа. Поэтому ученые сказали, а давайте переименуем. И об этом мы сегодня поговорим, не только, конечно, про эту улицу, а в целом. Нужно ли переименовать остальные улицы исторического центра? А может быть, не только исторического. А еще мне, знаете, хочется угостить и спросить, а нужно ли учитывать вот тот самый вокс попули, глаз народа и глаз общественности, общественных деятелей? Или просто вот собрались втроем, решили и переименовали. Поэтому вы нам, пожалуйста, звоните по телефону 300-190-3190. Вы сказали ваше мнение. Я знаю, у горожан, кстати, не очень популярна тема переименования. Дескать, у нас дороги плохие, у нас там речный вокзал не восстановлен, а мы тут таблички меняем. Звоните, мы любые мнения выслушаем, любые 300-190, а хочу тем временем представить наших гостей. Это постоянный участник нашей программы Вадим Рыбачук. Это руководитель общественной палаты нашего областного центра Тверин. Вадим, добрый день. Добрый день. И Владимир Лавренов, кандидат исторических наук и член Геральдического совета при президенте Российской Федерации. Владимир, добрый день. Добрый день. Наконец-то я вас вижу в счастье гостей нашей студии. Дорогие телезрители, 300-190. Господа, скажите, вот как вы лично оцениваете идею об очередном переименовании Тверской улицы, в данном случае Жулябова Максимовича? Ну, давайте начнем с уже упомянутого круглого стола. Да, на котором... Круглый стол был инициирован институтом непрерывного образования и гимназией академической, которая существует при университете. Причем мы увидели мнение учеников этой гимназии, мы услышали мнение педагогов этой гимназии, и эти мнения, они были положительные. Собственно, отсюда и идея, которая витает сейчас и активно обсуждается в университете. Очень здорово, что она обсуждается. Потому что, безусловно, как вы сказали, Роман, есть разные мнения по этому поводу, но то, что люди уже начинают обсуждать ее, узнают что-то новое о Максимовиче, высказывают свои точки зрения и так далее, это, на мой взгляд, совершенно позитивно. Что касается меня. Я к Павлу Павловичу Максимовичу, во-первых, отношусь с огромнейшим уважением, исходя из того, что масштаб личности Максимовича до сих пор не дооценен, и переоценить его, на мой взгляд, вообще, в принципе, невозможно. Вы сами учились в этом корпусе, вы уже историк по образованию. Да, я... У вас это не пустое место, что называется. Я, кстати, поступил в Калининский государственный университет, а закончил Тверской государственный университет. Как ПЛБГ по пути из Калинина в Тверь. Да. И для меня, собственно, вопроса не стоит. Как надо было переименовать Калинин в Тверь, так и надо переименоваться улицу Желябова в улицу Максимовича. Надеюсь, коллеги меня в этом поддержат. Я имею в виду коллег по университетам. Павел Павлович Максимович — это же легенда, фактически, для Тверской земли человека, организовавший первую учительскую школу, организовавший ее на собственные средства. Девушки принимались в эту школу разных сословий. Потом, после окончания ее, получив очень приличное на тот момент образование, отправлялись в деревню и несли доброе и вечное. Чаще всего это простым крестьянским детям. Учили их языку, грамоте, письму. И для этих детей это была единственная на тот момент, практически единственная, кроме церковно-приходских школ, наверное, возможность, когда они получали начальное образование. И которая давала им возможность каким-то образом двигаться по своей жизни более интересно, может быть, с большей самореализацией. И поэтому имя этого человека, оно какое-то время было незаслуженно забыто, недослуженно упоминалось. Но вот его это подвижничество, когда он не только на собственные средства основал школу, купил здания, содержал учителей, но и активно участвовал в земских проектах. Он боролся с бюрократией, в конце концов. Ведь в первые разы ему отказывали просто в организации, возможности организации этой частной школы на тот момент. Человек прожил яркую, интересную жизнь и реально достоин того, чтобы университетские корпуса, главные университетские корпуса, стояли на улице, которая носит название и его имя. — Владимир, я так понимаю, вы во всем согласны или что-то хотите добавить? — Ну, я хотел бы сказать, что это вообще возвращение исторической правды, потому что, конечно же, вопрос о возвращении исторических названий улицам наших городов и площадям — это вопрос, в общем, непраздный и очень серьезный. И к нему нужно относиться очень серьезно. Потому что это, во-первых, возвращение исторической правды. Конечно, где-то, например, ситуация может быть более сложная, потому что, например, все-таки улица называлась по-другому, Казмодемьянска, да, и храма сейчас нет. На его месте стоит сейчас гимназия номер 12, но, может быть, как раз на территории этой гимназии какой-то памятный знак по этому поводу поставить, чтобы дети, гимназисты, знали, что здесь стояло на месте их альмаматора. И так как нет храма, нет вот этой территориальной привязки, то, конечно, здесь нужно понимать, что, скорее всего, лучше переименовать как раз улицу Павла Павла Павловича Максимовича. Человека действительно, как сказал Вадим Борисович, это настоящая легенда вообще Тверской истории. Но я думаю, что вопрос переименования должен стоять шире. Если верно, да. Пошире мы обязательно, у меня прям отдельный вопрос спросить. А пока по Максимовичу, да? Да, все понятно, но давайте сразу ответим телезрителям и радиослушателям, я вот уверен, я много раз слышал эти сразу мнения такие бурные. Ага, вы сейчас переименуете, а нам это все будет стоить огромных денег, нам надо будет менять паспорта, подписку, явки, пароли. Бизнесмены тоже скажут, а нам нужно будет менять все наши учредственные документы. Поэтому, господа, что можно сказать вот тем людям, которые сейчас слушают, у них сразу такой вопрос, что нам это влетит в копеечку? Это основной аргумент, который чаще всего используется противниками всех переименований. Уже лет 30. Ну, не знаю. Вот как пошло это в начале 90-х, потом затухло, и когда кто-то пытается поднять и словно на флаг, сразу, что? У нас в стране кризис очередной, там, инфляция, а вы собираетесь тут разорить налогоплательщиков. Да, перед этим наши коллеги-юристы, я попросил их найти основания, есть ли вообще под этим какой-то законный, так сказать, момент, когда люди говорят, что вот мы, как только у нас улицу переименуют, берем все свои документы, идем в Росреестр или в МФЦ, стоим там два дня в очереди, платим какие-то огромные деньги, и нам там все меняют паспорта, меняют свидетельство о собственности. Вот ни одного законного основания для того, чтобы гражданин брал свои документы и шел менять после переименования этой улицы, нет. Есть право, но нет обязанности. Поэтому никаких действий по изменению места регистрации не предполагается после изменения улицы. Как доставлялась вам почтовая корреспонденция, так она и будет доставляться. Мало того, мы запросили в налоговую инспекцию, есть ли обязанность у юридического лица, чей юридический адрес находится на переименованной улице. Обязанности нет, право есть. Это очень большая разница. Можно, но не обязательно. Можно сделать, но не обязательно. То есть, если человек получил сейчас в 45 лет, то есть до конца, можно сказать, жизни паспорт, он не может его не менять. Может совершенно спокойно не менять. Если он не продает свою квартиру, он может не менять свидетельство о собственности. Если продают, то это произойдет автоматом при сделке купли-продажи. А у нас сейчас автоматом должна выйти реклама. Три минуты, не переключайся, а потом продолжим. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим снова о городской топонимике, в частности, о переименовании тех или иных улиц и площадей. Мы начали с того, что в Тверском госуниверситете предлагают переименовать улицу, названную в честь террориста Желябова, переименовать в честь нашего известного тверского общественного деятеля, по сути, одного из основателей простого для народа, то бишь образования, Павла Павловича Максимовича. Такая идея. Вот университет высказал в следующем году, надеюсь, ее продвигать дальше. Мы сейчас только что тоже до тех, кто не успели в предыдущей части программы, вот наши гости сказали, что это не будет стоить никаких трат ни тем, кто живет, ни тем, кто там зарегистрирован, либо работает. Это основной аргумент против переименований, что это большие-пребольшие деньги. То есть деньги понадобятся только на табличке разве что. И все. Еще раз хочу представить гостей. Это председатель нашей городской общественной палаты Вадим Рыбачук и кандидат исторических наук, а также член Геральдического совета при президенте России Владимир Лавренов. Так что вы нам звоните 300 студентов, а вот как раз нам кто-то звонит. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемые господа, а почему вы хотите улицу Жерябова переименовать, а не легче ли переименовать университет имени вашего Максимовича? Во-первых, это Максимович был бы и в дипломе, который получают университеты. Навечно было бы у них память о том, что университете. Ну что улица, улица. У нас зуд какой-то в городе. Одну улицу для другой меняют. Ну смешно как-то. Пора бы прекратить этот чеходольский демок. Извините, пожалуйста, а вы считаете... Максимовича. Он создал, мы сами говорили, что это все создано. Почему не сделать-то? Что мешает? Скажите, а вам улица Жерябова нравится название? А вы знаете, мне все равно на такой улице жить. Лишь бы богатому быть. То есть даже если будет в честь Адольфа Гитлера? Не, ну, Роман, не до того же степени. Вы слушайте, вы мне гусь Гитлера не надо, а то я приду, вас расстреляю. Поставлю в стенку. Или Салмана Радуева, к примеру. При чем здесь Салман? Террорист. Террорист. Что со мной так говорит некультурно? Террорист. Салман Радуев террорист. Что это такое за терроризм у вас там, увиделся на телекомпании? Что это такое за терроризм у вас? Предлагаю Гитлера, Салмана Радуева, еще кого-нибудь. Басаева предложите. Басаева. Вы здесь выше поехали. Ладно, спасибо вам огромнейшее за ваше мнение. Нам очень важно мнение каждого телезрителя. Спасибо, что вы дозвонились до нас и высказали ваше мнение. Спасибо вам огромное. Ну, вот видите, люди, все равно на улице. Комментировать это трудно. Во-первых, есть все-таки академическая гимназия имени Павла Павловича Максимовича уже есть. Академическая гимназия при Тверском университете. Что касается университета, это все-таки свободный выбор того же университета. Университет выступил с инициативой применять улицу. Да. А не назвать университет имени Павла Павловича Максимовича. Будет вторая инициатива. Я думаю, что и ученые совет, ассоциация выпускников рассмотрят и поддержат. Или, во всяком случае, в эту сторону заявление сделают. Вопрос правильно поставлен по поводу, а вам нравится улица Желябова. Потому что, в общем-то, народ не задумывается о том, какую смысловую нагрузку несут вообще названия наших городов, городов, улиц и площадей. Потому что это вопрос очень сложный. Дело в том, что здесь важно произвести некоторую такую очень болезненную операцию собственной головой и собственной памятью. Потому что здесь нужно сделать очень сложное дело. Отделить русское от советского. Для современного человека, особенно человеку более-менее в возрасте, находящимся, это практически невозможно. А это не одно и то же. Это даже противоположности. Русское нужно отделить от советского. То есть, на позиции Солженицын, да, что Советский Солженицын имеет к России такое отношение, как убийца к убитому. Это вообще позиция нормального человека, который должен живет в России, который, в общем, воспитан человек в русской культуре. Потому что, ну, в общем, знаете, что такое русский город? Это, в общем, такая гармония ландшафта. Да, это понятие о красоте и целесообразности. Вот любой русский город, который мы посмотрим на старых фотографиях, на революционных открытках, это все-таки некоторая гармония. И названия улиц, даже, в общем, если они звучали с точки зрения современного человека не очень благозвучного, они отражали реальную существующую ситуацию. Они входили в память, они передавались с поколения в поколение. И наши прадеды, прапрадеды и прабабушки были людьми совсем другой культуры, другого мировоззрения, другого мышления. И поэтому, конечно, трудно себе представить, почему у нас в стране, ну, то есть мы знаем, почему, произошла вот антропологическая катастрофа, катастрофа с человеком. И когда все, что было в старой России хорошего, было объявлено плохим, а все, что было плохим, объявлено хорошим. Это произвело, в том числе, произошло и с названиями улиц. Потому что произведено было насилие и над человеком, над его свободой, над его, в общем, пониманием того, где он живет. Мы сейчас живем, как кочевники на земле, потому что у нас нет опорных точек. Вот, например, тысячелетняя история Твери. Вот какие имена. У нас такое впечатление, что жил Михаил Ярославович Тверской, а потом сразу началась, например, Ленин. Вот между ними, да, голосальный разрыв. У нас нет, например, проспекта почему-то имени губернатора Афанасия Сомова. Да кто знает, кто такой. Да, действительно, а кто знает, кто такой. Ну, коротко в чем-то знаем, да. У нас нет ничего по поводу имен Тверских Великих Кузей. Карпова тоже. Да, да. А Варис Александрович, Князь, Головинский вал есть. Ну, и тут тоже долго было время советские, его переименовали тоже относительно не так давно в Головинске. И колонну восстановили тоже. А кто вот знает, хоть там люди, сами знаете, какой там поток на этот рынок, там влашиный рынок, кто вот ходит, задумывается, а в честь кого колонна. Да, вот так вот интересно. Она же там стоит, вроде полновидно. Большинство не задумывается вообще над этим. Как вот товарищ сказал, который звонил, он говорит, там мне все равно, на какой улице жить. Знаете, слушал очень и очень много, когда люди как аргументируют, опять-таки, ну, в то время как вот все плохо, а вы тут улицы переименовываете и тоже добавляют, а мне все равно к улице жить. Коноплянику, а террористка? Или какая-нибудь другая? Вот все равно людям. Я тоже говорю, ну вот, то есть получается, какая раз террорист, не террорист? Это позиция, знаете, половина поговорки. Ну, в общем, ну давайте мы все-таки, ну, не будем трогать то, что было, да, кто старое помянет, там угла свон, а есть продолжение, а кто забудет, там у два. Вот, а это как раз никто не помнит. И поэтому всегда у каждой поговорки есть продолжение. Мы всегда ее используем только частично. То же самое наше представление о нашей русской истории. Мы используем только частично, то есть период, вот, последних, например, ста лет. Я всегда, например... Хотя уже ста, да, уже ста лет, уже ста лет, да. Темпус фугит, время бежит, да. Последних ста лет, как будто тысячелетней истории не было, вообще просто не было. Не стояли храмы, не ходили люди, не ездили, например, извините меня, на трамваях тогда, да. А до этого на лошадях? Да, 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 до этого на лошадях, когда-то вообще никто не жил. Коллеги, ну, самое главное, на мой взгляд, что мы разобрались с так называемыми... ...страшилками, что не надо... Да, это самый главный аргумент обучения. Да, гражданам никаких активностей предпринимать ни в финансовом, ни в физическом варианте. Не бежать в Росреестр перерегистрироваться, в паспортный стол менять паспорта, не платить за это, не менять документы о собственности. Так всегда было, Вадим, так всегда было, или раньше все-таки надо было? Условно говоря, лет там 25 назад, ну и больше, когда переименовали, например, у Росреестров. Слушайте, я, честно говоря, не помню, вот когда поменяли название города Тверь, Калинин на Тверь, меняли паспорт там, мне кажется, нет. Нет, по-моему, неестественным образом... А да, по мере того, как вышли. А у нас сейчас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Иванович. Очень приятно. 70 лет. Согласен со многим. То, что вы говорите, Тверь достойна иметь с такой историей достойные улиц, название улиц. Согласен. Террористы, Клара Цеткин, Роза Люксембург, понятные дела, они здесь не были. Но хотелось бы и не согласиться с одним из ваших экспертов, который заявил, господин Лавренов, отделять русское от советского. Лет через 30 будем отделять российское от русского. Ну как же так можно, дорогие мои? Это все взаимосвязано. И Россия, и Советский Союз, и основа его русский народ. Не надо так говорить, не надо. Пытаться отделить русское от советского. Спасибо вам огромнейшее. Вы знаете, в начале 20 века эта ситуация была, связана как раз с Петром Струей. Писал о том, что произошла некоторая такая метаморфоза в интеллектуальной жизни начала 20 века в России, когда произошло смешение русского и российского. И он считал, что действительно русское за этим российским просто нивелируется, исчезает. Это тогда еще было. Вы знаете, другая проблема, это как раз она, на мой взгляд, появилась в 90-е, когда снова у нас страна стала называться Россией. Я лично просто, ну, с детства интересовался историей. И я, кстати, не отделял, вот я с вами тоже не соглашусь, я не отделял историю Советского Союза, потому что это моя страна. Ну, и когда я читал про Куликовскую битву или Бронинскую битву, это тоже, это моя армия воевала. Я не отделял, что я советский, а это русская не моя. Потому что я вот согласен с Леонидом Парфеновым, который в начале своего знаменитого цикла «Российская империя» сказал, что что Российская империя, что Советский Союз, что современная Россия, это все одно и то же, просто под разными названиями. Вот, а сейчас как раз это происходит, когда Борис Николаевич Ельцин ввел в обиход слово «российский», которое на самом деле означает всего лишь высокий стиль, потребуемый торжественной речи. А если мы просто говорим, что это машина из нашей страны, то она русская машина или русский самолет и так далее. Вот, просто слово «русский» на самом деле, мое тоже глубокое убеждение, не только основанное на истории нашей страны, оно уже лет 400-500 с тех пор, как стало иностранным по факту империям национальной. Оно имеет два значения. Значение гражданства и узконациональное. Ну, потому что когда генерал Багратион с Барклэм де Толли спорил, говоря, я русский генерал, а ты немец, ну, неужели генерал Багратион из царского рода Багратион не понимал, что он грузин на самом деле? Прекрасно понимал, согласитесь? Когда многие генералы немецкого происхождения говорили, что они русские генералы, они же прекрасно знают, что они немцы этнические. Русские это культурная самоидентификация. Вот, правильно, правильно. То есть, русские давно два значения. Как в Германии немец, как во Франции француз, как в Англии англичанин. Когда он показывает чернокожую футболисту, говорит, что он англичанин. Ну, какой он этнический англичанин, правильно? Ну, он англичанин. Он себя ассоциирует с Англией. Потому что... Знаете, русская и советская, это все равно что отделить. Ведь есть же разница понятия между пространством и территорией. Вот территория есть, да. Мы говорим городская территория. Территория, это, в общем-то, безличная вещь. А пространство, это гармония. Коллеги, все-таки, предлагаю вернуться к теме. Я, Роман, извините, вас перебью, но хочу акцентировать внимание на инициативе университета. Коллеги выступили совершенно правильно. Они сказали, друзья, давайте обсуждать. Давайте обсуждать. Мы соберемся здесь, на круглом столе в университете, инициируем обсуждение в общественных организациях, инициируем обсуждение в трудовых коллективах, которые расположены на этой улице. Это гимназия 12-я и гостиница у Волга. Посмотрим, что они скажут. Если же мы живем в демократическом государстве, посмотрим, да, услышим все мнения. Но когда в процессе обсуждения мы опять будем говорить о величине личности Павла Павловича Максимовича, это уже само по себе будет достаточно позитивным явлением. Поэтому надо обсуждать, надо говорить это в прямом эфире, что мы сейчас и делаем, собственно говоря, и по результатам инициировать какие-то действия. А по поводу табличек. Таблички это тоже чаще всего вне бюджета. И не граждане покупают их, а меняет их городская администрация. Ну это же по сути городская администрация за счет бюджета же. За внебюджетные средства. А это как? Это вот я плачу налоги, например, да, и на эти внебюджетные средства, которые поступают. Да, налоги. Не налоги, это как раз бюджет. Нет, налоги на бюджет. Хорошо, если я, например, аренду плачу, вот с этой аренды, да, плачу. Да, а если это жилой дом, так и есть на улице жилья. То же самое. Администрация имеет такой раз. Подойдет к бизнесмену, скажем. Нет, никому не надо подходить. Опять же, это сделает администрация, но за счет внебюджетных фондов, чтобы потом никого не обвиняли, что вот вы тут играми какими-то занимаетесь, а мы за счет наших налогов будут там таблички по пять раз менять. Хорошо, вот вы как раз хорошо сказали, что давайте обсуждать. А мне интересно, вот господа, в этой связи, а как должен происходить процесс переименования? Чисто общественное обсуждение? Или, может быть, референдум уличный? Или очень по-советски. Стенка на стенку. Нет, 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 по-советски. С сегодняшнего дня. Так а разве у нас сейчас так не происходит? Нет. Разве сейчас так не происходит? Очень простая. Есть возможность обсуждать. Очень простая. Есть возможность не соглашаться. А в площади Михаила Тверского была какая-то дискуссия? Нет, я думаю, что она дискуссия была. Если бы она была инициирована, дело в том, что вопрос всегда к человеку, который не проявляет инициативу. То есть к людям просто? К людям, да. Вот сегодня есть такая инициатива, она вынесена в публичное поле. Пожалуйста, обсуждайте. Пожалуйста, предлагайте свои варианты. А как обсуждать? Где? Мне интересно. Да где удобно? В социальных сетях. Понимаете, Вадим, все верно в социальные сети. Но было голосование. У нас строят новый мостик через Тьмаку от химика Кобелевского Победы. И сама же Горадминистрация инициировала голосование ВКонтакте. И там варианты были. Монастырский, такой, сегой, пятое, десятое. Я, сколько помню, большая часть людей точно не за Монастырский проголосовала. В том числе и я, кстати говоря. Вы что-нибудь слышали, что к этому прислушали? Сказали, да, гимназические. Или какие там были варианты? Я, насколько помню, сначала сказали, что он будет монастырский. А потом, а вот голосование. И я что-то не помню, что прислушиваешься к этому вопросу в соцсети. Не помню. И монастырский я отручусь против. Господа из городадминистрации. Ну, есть же у нас мост через ту же Тьмаку, который ведет к монастырю. Существующему. Христо Рождественскому. Он безымянный, кстати. Ну, назовите его монастырским. Ну, так и просятся. Ты едешь по нему, а вот там монастырь. Ну, почему называете, вот где никого монастыря нет, никто это и не помнит. И много там других топонюр. Ну, почему он монастырский, когда вот рядом с монастырем широкий оживленный мост. Роман, ну, с названиями мостов вообще сложно. Ух, в Твери сложно. У меня программные темы было. Вот почему в Петербурге не сложно, а у нас сложно. У нас много, мы гордимся, Твери город мостов. Ну, почему там синий мост, полицейский мост, тем более, я уж молчу, там, троицкий и так далее. А у нас ничего, старый и новый. Мостов мало. Тридцать мостов, для такого города немало. Понимаете, переименовали вроде бы старый Тверецкий мост в мост Богомолова, но кто это запомнил? Никто. Он так становится старый Тверецкий, новый Тверецкий. Вот знаете, фантазии же нет. А, восточный, хорошо. Тоже вот фантазия для тех, кто кто-то хочет переименовать. Я думаю, что, знаете, зачем щука в озере, чтобы карась не дремал? Появится человек, для которого эта тема будет, в общем, жить сердце, он добьется того, что переименуются мосты. То же самое, как с Максимовичем. Есть инициативная группа, она двигает вперед эту идею. Если нет инициативной группы, то, соответственно, может происходить все, что угодно. В том числе и такие варианты, как вы сказали. А то, что Вадим Валерийский сказал, что действительно ничего не стоит, это видно вообще по тем событиям, которые происходят в стране. Например, депутаты, когда, как я понимаю, узнают и открывают для себя что-то, оказывается, бесплатно, начинают, в общем, проявлять вполне нормальные гражданские поступки. В городе Тарусе весь исторический центр вернули исторический. Да неужели? Да. Какой приятный пример. Да. И это уже не единственный в стране. А народ там не встал на дыбы. Как же это поучение на огонь? Ну, какой-то встал на дыбы. Это обязательно. Какой-то, конечно, встал на дыбы. В этом смысле ничего страшного, что встает человек на дыбы. Это говорит о том, что он человек неравнодушный. И в этом смысле это очень хорошо. У нас в Твери, на ваш взгляд, все исторические улицы в историческом центре, например, стоит им всем вернуть исторические улицы или как? Ну, знаете, я думаю, что с копом ничего решать не надо. Потому что, еще раз говорю, что ландшафтное пространство, вот именно пространство города, оно разрушено. Именно нашего. Оно изменилось. Оно изменено, да. И поэтому здесь нужно относиться достаточно творчески. Все-таки есть, как я понимаю, в администрации топонимическая комиссия, куда можно пригласить людей, специалистов, выслушать всех, подумать о том, какие могут быть альтернативные варианты тогда, когда нет, скажем так, привязки к храму, например, или еще к какому-нибудь объекту, по которому была названа когда-то улица или переулок. И, в общем, найти в среде исторических личностей, которые, в общем, прославили наш город, те имена, которыми можно назвать в том числе историческом центре. Ну, давайте пора обсуждаем конкретно. Вот у меня сразу вопрос. У нас честная программа. Вот я вам в лоб сразу. Советскую надо переименовать? Конечно. Вот. Получить Ленин надо? Да. А Тверской проспект? Тверской проспект, я думаю, что нет. Потому что нет и Ленинской церкви? Да и не переулок, это давно уже. Ну, да, 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 да. Хорошо, тоже такой реликт советской эпохи, который многим рассматривают, как какая-то неадекватность. Ну, в Твери и Тверская площадь. Тверскую площадь надо? Сложный вопрос. Я думаю, что здесь как раз трогать пока во всяком случае не нужно. Не надо ее хлебной называть? Нет, хлебной не стоит. Хорошо. Площадь Славы? Синную площадь, наверное. А что, чем у Крым Петербурга? Синная площадь? Ну, я думаю, что можно. Можно. И я думаю, что может быть и нужно даже. Почему может быть нужно? Ну, все-таки, еще раз говорю, нужно вернуть исторические названия там, где они, скажем так, не оскорбляют слух человека, но связаны с историческими событиями, которые проходили на этой площади. Конечно, это не Синная площадь. Теперь уже. Нет, должен быть какой-то смысл. Ради чего она Площадь Славы? Площадь Славы? Только лишь потому, что там музей Лизачайкина есть или сейчас нынешний этот центр? Хорошо. Дальше идем. Нужно ли... Вот Капашвар. Оживленная площадь. Одна из таких знаковых площадей. Да. Надо подумать, является Капашвар городом побратимом до сих пор. Представляете, город Капашвар является официальным городом побратимом Твери. Нет, конечно, разгуляем его не надо, пираминолога. В этом смысле оставить... Нет, ведь сейчас, да, международные отношения нам все будет разорвать. Вадим, у нас демократия. Хорошо, еще раз. Тогда можно сказать о Трехсвятской, например, да, которой мы когда-то студентами еще вешали таблички на улицу Урицкого вместо Урицкого Трехсвятского. Это еще был, дай бог памяти, 87-й год. Она не ведет к Трехсвятскому. Но она Трехсвятская. Ну и название красиво, если честно. Да, название и народ привык, Треха. Улица Вакжанова. Я думаю, что да. Переименовать нужно именно из-за того, что сам товарищ Вакжанов человек очень неприятный. Вот. А расскажите в двух словах просто вот... Я думаю, что это отдельная история. Нет, он не делал. Или он в революцию себя очень хорошо зарекомендовал. Он зарекомендовал себя с точки зрения нравственной, не очень хорошим человеком. А, даже нравственной. Сейчас же любой может открыть Википедию и посмотреть, что это за история. Ах, вот так вот даже. Это безусловно. У каждого революционера желание расстрелить берегу белогвардейцев. Также я думаю, что и у белогвардейцев такое желание было построить революционеров. То есть, в общем, тоже важная городская магистраль. Ну, я думаю, что, конечно, вернуть историческое название. Хорошо. Те улицы в историческом центре, которые названы, вот мне тоже интересно, не в честь сугубо революционеров, а в честь военных. Вот. Какие у нас в центре? А, допустим, вот. Академия ПВО у нас. На улице Жигарева. Да, Жигарева. Нет, я думаю, что не нужно пока трогать ничего, что не связано, скажем так, с насилием. С революцией вот это. Да, да. Вот то, что связано с тем, когда насильно переименовывалась улица из идеологических соображений, это, ну, в первую очередь нужно рассматривать как необходимость возвращения исторического названия. Потому что все-таки название улицы, площадей, это еще символическое пространство, в котором воспитывается человек. Воспитывается его, вот, культурно он понимает, где он живет, на какой земле. Что здесь происходило 200 лет, 300, 400 лет назад. Вот, и поэтому эти символы, они должны быть все-таки восстановлены. Поэтому особенно актуально улицу Жигарева переименовать, потому что у нас не только университет же там с комплексами, но и академическая гимназия и гимназия номер 12, в которой учатся 1200 школьников. Не могу не спросить, главная наша любимейшая гордость нашего города набережной имени Стеньки Разины. Надо? Я думаю, что обязательно, потому что никто даже не представляет себе, кем он был на самом деле. Вот просто люди не представляют. Люди почему-то не задумываются, что такое поход за зипунами. Я уж молчу про царевну за борт выбросил. Нет, ну тут есть вещи, конечно, легендарные. Да, это легенда, но тем не менее, ведь назови вещи своими бандитами. Ну, в общем-то. Бундовщик. Вообще-то, да. Бундовщик. Не, кроме того, это просто реально жестокий человек. Создатель ОПГ. Да. Бандитизм. Не, ну если на таком месте времени... Ну, я думаю, что здесь я уже предлагаю вернуться все-таки к теме нашей. Давайте вернемся вот к той мысли, о которой Владимир Ильич сказал. Не надо огульно делать, как это было раньше. Вот поэтому я спрошу, скажите, а что делать с такими именами? Вот мы говорим Жигарева, заслуженный действительно военачальник, оставим. Но ведь это же раньше была фон Ландезина улица, если мне не изменяет память. Либо Базанова была Ландезинская. Вот, короче, мне интересно, что делать с такими людьми, которых вот теперь мы не будем оставлять советское название. Но ведь Ландезин тоже внес огромный вклад в историю Тверского здравоохранения. Что делать, на ваш взгляд, можно? Вы знаете, вот в Ярославле, например, есть очень хорошая традиция. Там несколько табличек висят. Однодействующие люди и памятники. У нас на репуте так попытались, но не прижилось. Не прижилось. Горького, Верховского и так далее. Ну, я думаю, что, в общем, в эту сторону стоит подумать, например. Потому что какие-то вещи, ну, вот действительно, ну, вот, например, была Казмедьянская улица. Да. Вот это на улице Максимовича. Но память все-таки о храме, она должна сохраниться. Существует очень простой вариант. Это информационные туристические таблички. Конечно. Которые рассказывают о том, что это было за улицей, в честь кого она названа, какая топонимическая история у этой улицы и так далее. Это очень хороший вариант. Когда ты в ходе экскурсии по городу, самостоятельной экскурсии, там, без гида, без аудиогида можешь, кстати, с аудиогидом это можно тоже сделать, можешь получить максимальную информацию о том, чем эта улица интересна и в честь кого она была названа вчера, сегодня, завтра. И мне кажется, даже будоражить общественное сознание не придется. Уж против табличек-то никто возражать не будет. А если вернуться снова к наменованию в честь сугубо террористов, ведь у нас в честь них названы улицы и не совсем исторические, ну, допустим, вот Конопляненька, то же самое. И Перовская. Да, Перовская, да, историческая, Никольская. Никольская. Вот, а в Затверичье есть улица Александра, по-моему, в Затверичье, Ульянова. Нет, в Заволжье просто находится, по-моему, к Болгою примыкает. Вот как вы считаете, нужно применять Александра Ульянова? Я думаю, что в этом смысле обязательно. Тупо из-за того, что он... Да, вот ту вот, люди, которые себя заморали государственными преступлениями против исторической России. Государства. Против своей страны. Здесь даже не так глобально можно, а идея то, что нельзя оправдать убийство никаким образом, да, которое было осуществлено на фоне каких-то политических интересов, амбиций или заблуждений, как угодно сказать. Но это не стоит того, чтобы популяризировать эту идею через название улицы. Хорошо, тоже... А вот интересно, будут устанавливаны памятные знаки в честь губернатора, например, Николая Георгиевича Бюнтинга, убитого, например, во дворце, да? Да. Около дворца. Или у губернатора Слепцова. В Кардерарде, по-моему, убили рядом. Дело положило инициативу этой террористической деятельности против управлявших на тот момент страной и чиновников, и государственных служащих. Огромное количество погибло уже людей, в том числе и в Твери. И кроме тех, которые Владимир Ильич называл... Он стал предвестником революции, гражданской войны, когда, как минимум, 5 миллионов граждан нашей страны погибли. Я даже сейчас не беру ни гражданскую войну, ни революцию, ни саму... А вот с конца 19 века до 17 года. Ведь террор тогда был, ну, само собой разумеющимся делом. А такой момент Беляковской переулки, исторический центр тоже фактически. Солдатика, по-моему, Белякова, которую якобы офицер бедного убил. Хотя там какой был, помните, разгул просто беспредел, тогда в армию пошел, когда офицеры перестали подчиняться. Вы знаете, я думаю, что здесь должна быть все-таки комиссия компетентных людей, у которых, в общем, есть не только историческое образование. Есть, в общем, здесь нужно рассматривать внимательно весь исторический центр. В том числе и соображение целесообразности, например, помимо всех прочих, да, и вопроса нравственного. Потому что вопрос возвращения исторических названий и переименований, в первую очередь, это вопрос не политический. Важно понять, это вопрос нравственный. Это вопрос нравственный. И целесообразность здесь важна еще в связи с тем, что все-таки надо рассматривать город как место, куда люди приезжают. То, что мы называем тех, кого мы называем туристами. Для них должны быть понятные символы и названия, которые, в общем, им и расскажут о истории этого города. А в общем, не об этом. Потому что там Северная площадь. Конечно, да. А здесь, когда Северная площадь, потому что стояли обозы, экипажи, телеги и так далее, к примеру. На мой взгляд, должна быть все-таки общественная инициатива. То есть, не просто так, что собралось там 10... Подождите, Роман, мы тоже общественность. Владимир Ильич – общественность. Вы – общественность. Я поэтому университет... Боюсь, что музык наш круг просто... Нет, нет, вы заблуждаетесь. Это достаточно широкое понятие в настоящий момент. Вот воля случая являюсь председателем общественной палаты города Твери. Я понимаю, насколько у нас это направление деятельности обширно. У нас огромное количество общественных организаций. Да, они, может быть, не широко известны, потому что кто-то занимается детьми, кто-то занимается спортсменами, спортивными делами, кто-то людьми пожилого возраста, кто-то культурой, кто-то искусством и так далее, и так далее. Но эта история объединяет группы людей. И эти группы людей, они очень активные. Они, может быть, не рвут рубаху на себе, да? Я сейчас, извиняюсь, перебью. Очень активный слушатель звонит нам в эфир. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас я вас слушаю. Вы знаете, достойно уважения. Вы целиком правы от и до. Просто не каждый сейчас может позвонить. Нам не надо названия террористов, как вы говорите. У нас есть очень много, наша земля Тверская дала знаменитых людей. И в науке, и в воинском звании проявили себя. Поэтому давайте, как вы говорите, мы улицы эти и переименуем. Вы даже, наверное, тоже не знаете, что у нас шесть поколений Александра Суворова были, жили на земле, в Кесовой горе. Правильно? Знаете ведь это? Спасибо вам большое. Вот мы не знали. Спасибо. Вот, и просто я не могу это много говорить. Я говорю, делайте вот так, как вы говорите. Просто не каждый вам может позвонить, я от миссионерка. Вот, ну, и поэтому позвоню, смотрю вашу передачу. Многие целиком и полностью с вами будут согласны. Достойно уважения. Спасибо. Спасибо вам огромнейшее. Спасибо, господа, у нас осталось 4,5 минуты. Мне знаете, еще о чем хочется поговорить. А как вы относитесь к такому уникальному, я не знаю, Тверском, наверное, явлению? Вот, как знаете, площади без названия или полназвания. А к чему? Есть у нас, к примеру, площадь, вот когда тоже кому-то что-то хочет именовать, перед будущим дворцом бракосочетаний. Она же без имени. Совершенно. Она ведь форма такой интересной, знаете, такой некий аналог педерских пять углов. Представляете, площадь без... Почему до сих пор ее ни в честь кого не назвали? Исторический центр, оживленная такая. Или другое такое, знаете, уникальное явление. Вот кто из Тверичан сразу скажет название площади, на которой находится не что-нибудь, а законодательное собрание? Вот позвонит сейчас человек. Да, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Меня зовут Михаил, то есть я вот буквально последние 10 минуток послушал, и у меня вот буквально маленькая-маленькая реплика. Можно? Конечно, нужно. Вы ужасно далеки от подавляющей массы населения города Твери. Я вот даже близко, не коммунист, но я вот это отлично понимаю, что вы сейчас под видом нравственного пытаетесь протянуть именно политику. Все, спасибо. Спасибо вам огромное, сейчас звонок. Ну, не знаю, наверное, мы боремся с Компартией, может, у нас... Нет, нет, подождите, да ни с кем мы не боремся. Я бы сказал, что ни Владимир Ильич, ни я, ни вы никаких политических... Ну, хорошо, про вас-то не может не буду говорить, но вы в красной рубахе, я тоже хотел сказать. А мы никаких политических амбиций здесь в настоящее время... Дорогие зрители, я лично глубоко против, к примеру, переименования проспекта Ленина, потому что его построили большевики, коммунисты. Я считаю, что это памятник своей эпохи, и пусть он будет. Я против переименования, к примеру, ту же самую улицу Сергуарча-Никидзе, тоже при КПСС построили, пусть она будет. Проспект 50-летний Октября, который, говорят, теперь переименуют, я тоже против переименования, потому что построила советская власть, и пусть он будет. И то же самое и прочее, Комсомольский проспект, площадь Гагарина, Терешкова и так далее, и тому подобное. Я против переименования, и вот в Мигалове, к примеру, улица Гайдара, пусть будет улица товарища Гайдара, не Егора Тимуровича, а другого Гайдара, который в 16 лет полком командовал. Спасибо вам большое за ваш звонок. Все-таки, вот тут удивительное явление, когда, к примеру, даже такая значимая площадь, как площадь перед ЗАГС-собранием, то ее московской называют, то пушкинской. Почему? Потому что она пушкинская. Или детский садик. Я у детских садиков вообще молчу. Тем не менее, а как вы это объясните, что такая значимая площадь, и вот, правда, то московская, то пушкинская? Ну, как-то. Я думаю, что нет инициативной группы в законодательном собрании. Нет, вообще, в принципе, нет инициативной группы. А на ваш взгляд, вот стоит ее переименовать? Ну, вот, вопрос, почему московская? Она что, в Москву ведет? Она, кстати, туда очень хорошо подходит площадь Славы, коли там находится. Да, воинская, воинская, воинская слава. Да, да. Но она, по крайней мере, не вызывает ни у кого отторжения. Я не отторжения уже. Мой вопрос был, вот это удивительное явление, когда такие места в центре города, то ли непонятно, как называются, то ли вообще не называются. Как вот эта площадь перед будущим дворцом в бракосочетании. Почему? Да ничего страшного в этом нет. Почему никого в голову не приходят назвать? Пусть лучше никак не называются, зато будет возможность у последующих поколений назваться... Подумав хорошенько. Именно выдающихся людей, выдающихся личностей, которые реально прославили город Тверь, которые были знамениты и жили здесь, имели непосредственную связь. У нас таких героев-то много. Да. У нас есть золотая книга, в которую вносится каждый год имена и фамилии этих людей. И причем это весь спектр, начиная от создателей музеев и заканчивая нашими выдающимися военачальниками. Все они здесь. Герои, учителя, политические деятели. То есть, пусть будут такие места резервом. Таким вот, действительно. Город развивается. У нас достаточно много появляется новых объектов, транспортной инфраструктуры, которые могут быть названы в честь наших героев. Важная улица формируется, буквально полминута осталась. В Южном, магистральная будет улица. Псковская. Почему Псковская? Псков не ведет, она вообще на другом конце города. Ну, Псков. Ну, почему Псковская? Псковская, это, по-моему, связана с дивизией, которую вы водили из Германии, нет? Нет. Это и другое место? Нет, это там, она ведет в Брусилово, в Мамульно, где... В общем, ладно. Ну, Брусилово хорошее название для Мамульно. Брусилово хорошее, но историческое. Да, ну ладно, оставим разговор до другого раза. Спасибо большое, у нас была программа «Тема дня», мы снова говорили о переименовании улиц, спасибо, что вы нам звоните и что слушаете. И большинство звонивших нас поддержало. Да, будем надеяться, что нас поддержит еще и общественность, а может даже и власть. И мы пройдем по улице Максимовича. Да, спасибо большое, это была программа «Тема дня», до новых встреч. Спасибо. Спасибо.